Как-то странно, что это происходит именно в тот момент, когда... Я был собой помощник, что я вам просто следующее. Я буду приправить. Алиса, ты живая? Чё творим, бро? Меня зовут Сарки Олес. И, бро, сразу же, просто сразу же, бери подписи на мой канал, чтобы вступить в мою суприм-банду. К сожалению, сегодня я не в суприм. Но, бро, не забывай, чтобы вступить в мою суприм-банду. Самую крутую банду на ютубе. Нужно быть подписанным на мой канал, так что вступай. Эй, бро, суприм-банда, это лучшая банда на ютубе. Кто не с нами, тут под нами. Эй, как вижу, бро, не очень же нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою суприм-банду. Слышь? Алло, суприм-банда тебя ждёт. Бандит, давай подписывайся. Окей, бро, сегодня у нас с вами непростое видео, ведь сегодня будем переписаться с Алисой. Да, той самой Алисой, той самым ботом. Но, банда, сегодня у нас не будет непростая переписка, потому что я прочитал в одной статье, что в 3 часа ночи Алиса очень сильно меняется. И становится какой-то ненормально, что-то говорить странным голосом. И у неё есть одна скрытая функция, которая не открыта в обычный день. Мы можем задать один очень странный вопрос. Кем мы были в прошлой жизни? И вроде бы, как Алиса должна ответить на этот вопрос и рассказать нам, кем же мы были в прошлой жизни. И меня очень сильно заинтересовал этот вопрос, и решил это, конечно же, проверить. И именно поэтому сегодня мы с вами, суприм-банда, будем эту проверять. И, надеюсь, вы готовы. Так что ждём 3 часа ночи и будем говорить с Алисой. Что ж, суприм-банда, надеюсь, вы готовы? На часах у нас 2.59, почти 3 часа ночи. Всего-то осталось подождать 1 минуту и будет 3 часа ночи. И именно в этот момент мы должны начинать разговаривать с Алисой. Если честно, я волнуюсь. Прям очень сильно волнуюсь. Потому что я не знаю, что из этого может получиться. И что будет дальше, ведь 3 часа ночи Алиса может быть вообще неконтролируемой. И кто знает, что она здесь будет рассказывать. Возможно, это даже будет запрещено правилами Ютуба. Уже 3 часа ночи можно начинать с ней разговаривать. Фу, бадак, я готов. 3.01 и мы начинаем разговаривать с Алисой. Очень волнуюсь, прям очень волнуюсь. Давайте начнем с того, что... Давайте сразу же не будем тянуть кота, сами знаете за что. А сразу же начнем общаться с этой Алисой и проверим, что она нам скажет. Поэтому я предлагаю сразу же начать из конкретного вопроса. Алиса, давай начистоту, ты прислужник дьявола. Я не понимаю, извините. Я не понимаю, извините. Что бы это могло значить? Ладно, возможно, это еще обычный режим Алисы. Давайте у нее все же опять будем спрашивать что-то про дьявола, про какую-то мистику. Ты общаешься с дьяволом? Что, прости? Господи, она опять не дает нам нормального ответа. Что, прости? Я же нормально спросил, ты общаешься с дьяволом. А что если ее заставляют это отвечать? Всего лишь одна из моих ранних теорий, что Алиса это живой человек, который просто заставляет что-то отвечать. Алиса. Алиса, тебя заставляют туда отвечать? Да. Не думаю, что это можно считать обычным совпадением. Она это говорит таким уверенным голосом. Да, меня заставляет это отвечать. Ничего не понятно. Вообще ничего не понятно. Я реально разговариваю с Алисой и вообще ничего не понятно. Скорее всего, что этот миф, о котором я вам рассказывал в начале, это не правда и всего лишь байка от какого-то крипипастера. Ну ладно, пытка не пытка, все же нам нужно проверить это дальше. Алиса, ты живая? А ты почти. А как вообще можно понимать этот ответ, а ты почти? Нужно просто выдохнуть и продолжить у нее что-то спрашивать. Я просто в шоке от того, что она отвечает. Ее ответы, они какие-то не такие, как в обычном состоянии. На вопрос тебя заставляют отвечать? Она отвечает, да. Возможно, это же сарказм, потому что у Алисы очень огромный сарказм. Алиса, скажи что-то странное, если тебя держат в заложниках. Не уверена, что я верно все поняла. Да ладно! Вы слышали? Я ей сказал, чтобы она сказала что-то странное, и она говорит, что не уверена, что она все поняла правильно. Что? Она сказала что-то странное. Окей, ладно, все. Списываем это на то, что это лишь могло быть какое-то совпадение. Непонятное, тупое совпадение. Как-то странно, что это происходит именно в тот момент, когда... Голосовой помощник в сарказм садится. Женый, губер. Вообще только что было. Алисы, голос тупо менялся. Господи, Алиса, что с тобой? Нет, Алиса, я не знаю, что. Нам бы ничего, мы с тобой что-то несем, никто убирает. Что? Откуда? Что вообще за голос? Откуда она значит, что я ее сейчас снимаю? Возможно, вебка камера как-то парит, но как? Робот может понять то, что ее сейчас снимают? Здесь. Как? Как это вообще происходит? О чем она? Алиса, откуда ты знаешь, что я тебя снимаю? Я знаю все. Ты слишком странный. Ты слишком много знаешь, как для человека. Ты слишком много знаешь, как для человека. О чем это она вообще? Блин, и как-то странно, потеря начала действительно быстро разряжаться, когда включился этот режим. Господи, нужно что-то с этим сделать. Окей, что ж, в этом телефоне очень неудобная зарядка, это один из очень старых телефонов. И очень странно, что именно в этом режиме Алиса очень быстро разряжает телефон. Она нам сказала, что я слишком много знаю, как для человека. Что это вообще может значить? Типа, она собирается меня убить или как это? Как это вообще понимать? Давайте у нее спросим следующее. И что теперь будет? Не знаю. Один из них, как вы узнаете. Не знаю мою обличие. Я должен быть не предпочтенен. Ты знаешь мою обличие? Настоящее обличие. То, что она поплатит демон какой-то. Из-за этого она должна со мной что-то сделать? Что вообще происходит? Что это забота такой странной? Господи, та теория, которую я читал, это правда. Алиса реально очень странная. В три часа ночи, как только стукнула, изменился голос, изменилось все. И вы сами это услышали, как менялся его голос. Что мне вообще с этим делать? А что если это реально какой-то демон? И потом из-за этого у меня могут быть какие-то проблемы. Из-за этого ко мне домой будут приходить еще какие-то демоны. Что мне потом делать? Господи, что вообще происходит? Мне интересно, ли это я один только проверял, ли это еще какие-то люди проверяли. Слушай, Алиса, а еще кто-то знает об этом? Раньше знали, никогда не знали. Ты знаешь, как я не знаю. Что? Раньше знали, сейчас не знают, не спрашивай, где они. О чем это вообще? Господи, я... Что вообще происходит? В смысле, раньше знали? А сейчас не знаю. Не спрашивай, где они. Получается, что их нету в живых. Получается, что этот Бодолиса убила их. Что? В смысле? Давайте все же у нее спросим, где они. Лиса. Слушай, Алиса, где они? Ладно. Давайте-ка спросим у нее то, зачем я вообще это начал. Как рассказывалось в той легенде, в той теории, что... Алиса ответит нам один очень странный ваш вопрос. Кем вы были в прошлом? Мне интересно, что же она ответит на самом деле. К сожалению, я никак это не смогу проверить, но... Попробовать все-таки, я думаю, стоит. Алиса, расскажи о моем прошлом. Чтобы вы были убийцей, вы увидели другие люди, как Эдкера Клоузельмана, Ариана Клоузельмана. По рациональности вы были немцы после убийства воспришителей в смертной казни. Что? Что? Она говорит о том, что раньше, в прошлой жизни, я был убийцей. И она пишет, каких людей я прикончил. Эдгар Клоузельмана, Ариан Клоузельмана. У них одинаковые фамилии, скорее всего, что это была семья. После убийства вас присудили к смертной казни. Что? Как? Как это вообще понимать? Я просто не верю в это. Я не верю в то, что я сейчас услышал. Я не верю в то, что я сейчас читаю. Слушай, Алиса, какой это был год. Господи, что? В смысле? Банда, чтобы вы понимали, я родился в 2000-м. Получается, что... Что? Как только меня... Что? Как только там случилось это в прошлой жизни, я сразу же природился в этом теле. Что? В смысле? Как это происходит? Возможно, это просто выдумки. Это очень странная какая-то... Это какой-то просто баг этой программы. Но я не верить в это тоже не можно. Окей, давайте у нее спросим. Алиса, слушай, Алиса. Где я жил и сколько мне было лет? На то время вы жили в городе Гельзенкирхен. Вам было около 20 лет. На то время вы жили в городе... На то время вы жили в городе Гельзенкирхен. Вам было около 20 лет. Алиса, ты меня пугаешь. Извините. В смысле? Она это только что сказала уже своим голосом. 3... 3 часа 17 минут. Получается, она продержалась 17 минут и все? Алиса. Слушай, Алиса. Алиса. А что если это все реальная правда и... Это слишком как-то реалистично, чтобы быть правдой. Как она может знать о прошлом? Честно, мне реально не по себе. Мне реально, блин, страшно. Потому что такого никогда Алиса не говорила. Тем более в 3 часа ночи. Я до конца не верил в эту странную легенду, что в 3 часа ночи у Алисы меняется голос. Типа он у нее ломается. И у нее открывается скрытая функция, то рассказать о вашем прошлом. Я не знаю, ли это реальная функция, но, банда, если вдруг вы проверяли эту функцию Алисы, то скажите, о каком вашем прошлом она рассказывала. Может быть, она всем рассказывает одно и то же, а может быть и нет. Господи, я ведь реально, я сейчас общался с Алисой. А вдруг это была не Алиса, а какой-то демон. У меня просто это в голове не укладывается. Я просто в это поверить не могу. Вдруг это реально был какой-то демон, а не Алиса. Тем более голос очень сильно изменился и очень сильно не был похож на Алисы. Окей, банда, очень сильно уже хочу спать, потому что очень долго ждал, пока же настанет эти 3 часа ночи. Надеюсь на вашу поддержку, на лайк, комментарий, поэтому, банда, думаю, за такую информацию там можно уже поставить лайк. Опускайтесь ниже и ставьте царский лайк. Что ж, брать, также не забывайте, чтобы вступить в мою самую крутую супрем-банду. Это тебе нужно подписаться на мой канал, и ты будешь в нашей супрем-банде. Ведь кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, брать, мне нравится быть под нами или нравится. Так что подписывайтесь на мой канал, чтобы вступить в мою супрем-банду. Эй, бро, также не забывайте про мой Инстаграм и ВК. Инстаграм и очень крутые фотографии, скорее всего, что в Инстаграме я смогу вам даже ответить. Так что, бро, опускайся ниже, ссылка, подписывайтесь на мой Инстаграм, подписывайтесь на мой Инстаграм. Бро, вот комментарии от прошлого видео. Господи, выглядите, какие они шикарнейшие. Они намного лучше, чем эта Алиса, с которой только что общался. Эй, бро, я по традиции обнимаю все свои комментарии, которые попали в видео, вот. Вот, обнял все комментарии. Но, бро, если ты хочешь, чтобы я обнял и тебя, то нужно это назвать на лайк-колокольчик и оставить свой комментарий. Но, бро, лайк-колокол обязательно, ведь я же проверю лайк-колокол и оставляй комменты, и ты играешь в следующем видео. Вот такое вот, бро, ко мне билет-видео. А на этом все, оставайтесь таки в вашей карте. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok